Сегодня в рамках предварительной секции, макроэкономической секции Московского экономического форума, мы обсудим современную ситуацию в экономике России. Всем известно, что в России ситуация экономическая сложная, наблюдается кризис. Согласно только официальной статистике, рост замедлился в три раза, до полутора процентов. Но что важно, это качество изменения в экономике. Усиливается сырьевая зависимость России и зависимость от импорта. Экономика развивается неравномерно. Мы ставим, с одной стороны, рекорды по добыче и экспорту нефти, с другой стороны, у нас проседает несырьевое производство. Тяжелая ситуация в автомобилестроении. Многие заводы отчитываются о падении производства примерно на 10%, что является очень существенным падением. Некоторые цифры у меня тут есть. КАМАЗ – минус 9% за прошедшие полугодия по сравнению с предыдущим годом. GM АвтоВАЗ – минус 10%. Уралаз говорит о минимальной загрузке за 70 лет своего существования. Ну и так далее. Это примерно подобная ситуация во всем машиностроении наблюдается. Страдает и сырьевая часть нашей экономики. В частности, металлургия в непростой ситуации. Экспорт металлов и изделий из них – минус 13,75%. При этом возрос импорт металлов и изделий на 6%. Вот за этими цифрами стоит такой процесс, который мы наблюдаем в сельхозмашиностроении. В массовом порядке закрываются литейные производства, закрываются металлообрабатывающие производства, оборудование буквально сдается в металлолом, заказы уходят в Китай и в другие страны. То есть сокращается количество рабочих мест в этом секторе, который очень емок с точки зрения занятости населения. В сельском хозяйстве подобные же изменения. Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья – минус 14,5%. Импорт – плюс 5,77%. Импорт молока, например, и сливок сгущенных – плюс 50%. То есть производство внутри сокращается, усиливается зависимость от импорта. И это, мы видим, отражается на бюджете Российской Федерации. По заявлению правительства ожидается сокращение доходов бюджета за три года на 1,7 триллиона рублей. Все это приводит к тому, что приходится вводить нормы энергопотребления, урезать пенсии, сокращение госрасходов и сокращение расходов на обороны. Все эти последствия, с моей точки зрения, с точки зрения промышленника, это следствия долгосрочной политики правительства. И больше всего влияют четыре фактора. Высокие налоги, более высокие, по сравнению с другими конкурирующими с нами странами, кредиты и в целом финансовая политика, которые стоят нам в несколько раз дороже, чем предприятиям в других странах, что высасывает деньги из реального сектора. Дорогие ресурсы, а также влияет отсутствие защиты российского рынка, отсутствие создания условий равной конкуренции после вступления России в ВТО. Самое плохое даже не в том, что у нас тяжелая ситуация, а в том, что улучшение ситуации не предвидится. Вот по этим четырем направлениям, которые я только что перечислил, правительство не собирается делать ничего. Хотя мы слышим, с одной стороны, заявление о заморозке тарифов, но при этом принимается решение о повышении налога на добычу полезных ископаемых, акцизов на производство бензинов и снижение экспортных пошлин на нефть. Это поведет как раз к увеличению тарифов естественных монополий, и заморозка административная тут будет давать временный эффект. Также мы не видим эффективных решений правительства в отношении кредитов, не видим снижения налогов и пересмотра политики во внешней торговле в рамках ВТО. Поэтому можно ожидать, что кризис будет продолжаться и усиливаться. Вот я предлагаю об этом сегодня поговорить. Может быть, вы видите другие тенденции, может быть, есть какие-то другие решения. Мы должны выработать рекомендации, наверное, существуют в правительстве, в высоких кругах и в обществе здравые силы, которые заинтересованы в нахождении выхода из ситуации. И наша задача – дать этим силам дополнительные аргументы, дополнительную опору. Сегодня об этом будем говорить. Регламент у нас такой. Первый доклад предоставляется слово, я хочу предоставить слово академику Российской академии наук, директору Московской школы экономики Никипелову Александру Дмитриевичу для первого доклада. Без ограничения времени, а дальше будут уже краткие выступления минут 5-7. Посмотрим по регламенту, но записавшихся у меня очень много. Наверное, готовьтесь к таким кратким выступлениям. Всего работаем 2 часа, полчаса перерыв и еще полтора часа. Вот такой регламент. Пожалуйста, Александр Дмитриевич. Продолжение следует...